При всём многообразии возможностей для построения билда, которые даруют нам РПГ, самым популярным классом был и остаётся Воин. На то есть несколько причин. Во-первых, всякому новичку в РПГ-жанре проще всего разобраться именно с освоением Воина. Никаких заморочек, побольше силы да покрепче доспехи. Во-вторых, Воин является самым контактным классом. Он врывается в самую гущу сражений, танкует, прикрывает собой товарищей. И многим такого рода геймплей нравится куда больше, чем постреливание из лука или магического посоха с периферии. И коль уж Воин самый популярный класс, то самым популярным оружием для него по праву считается меч. Мы в RPG Geeks прекрасно осведомлены об этом и даже собрали в нашей заставке целый арсенал из легендарных клинков. Впрочем, опознать их все под силу лишь величайшему оружейнику, ну или просто упоротому ноу-лайферу, который вообще не вылезает из-за своего ПК. Если вы и впрямь узнали каждый меч из нашей заставки, то прямо сейчас поставьте это видео на паузу и напишите название этих клинков в комментариях. Посмотрим, сколько у нас оружейных экспертов. Далее мы не только представим каждое из этих прекрасных орудий, но и расскажем его краткую историю. Но прежде чем переходить к основной части нашего видео, мы хотели бы выразить благодарность талантливому художнику Фьюрион, который является автором данной заставки. Обязательно загляните на его арт-стейшн, там очень много крутых работ. Кстати, по его личному признанию, самой сложной частью работы было выбрать, какие мечи вообще попадут на заставку. Безусловно, клинков достойных пополнить арсенал настоящего гика гораздо больше, чем те 15, что попали на заставку. Но в рамках одного ролика про все из них не рассказать, так что поведаем хотя бы о тех, что вы можете лицезреть в каждом нашем видео. Вы на канале RPG Geeks и пришло время обнажить мечи. Безусловно, всякий уважающий себя Нерварин узнал этот двимерский артефакт. Таинственный разрубатель в паре с боевым молотом-разделителем дает шанс на победу над злым бессмертным полубогом Даготом Уром, источником силы которого является порочное сердце Лархана. Разрубатель — это не просто сильный меч. Это один из трех инструментов загадочного верховного жреца двимеров по имени Кагринак. Согласно одной из версий, Кагринак воздействовал своими инструментами на сердце Лархана, и в результате этого раса двимеров исчезла из Нирна. Как бы то ни было, в Моруэнд нам предстояло воевать за обладание этим реликтовым мечом с Дагот-Одрасом, одним из прислужников самого Дагот-Ура. Хватать разрубатель голыми руками на радостях после победы точно не стоит. Если персонаж не экипирован магической перчаткой под названием Призрачный Страж, его ждет бесславная гибель. Холодное оружие в серии Fallout, как ни странно, не пользуется особой популярностью. Разве что вы не любитель античного фистинга из Легиона Цезаря. Тем не менее, когда не остается в карманах микроядерных батарей, израсходованы все гранаты и последний магазин штурмовой винтовки ушел на мерзкого рад Скорпиона, вы, кем бы вы ни были, выходцем из убежища 13, избранным, одиноким путником, курьером или даже Брайан Фарго упасить членом среднезападного братства стали, будете рады иметь при себе потрошитель. Простое, но при этом крайне эффективное оружие, сочетающее в себе элементы боевого ножа и цепной пилы. Конечно, потрошитель не претендует на название легендарного клинка, коими пестрит данное видео. Он тут скорее по блату. Ну, не могли же мы обойтись без щепотки Fallout. Кстати, а вы бы хотели создать настолько крутую игровую вселенную, чтобы блогеры в своих видео на YouTube говорили? Не, ну без этого шедевра никак не обойтись. Было бы здорово, верно? Но у многих, наверное, есть загвоздка. Не знаете, с чего начать. Начать следовало бы с прокачки навыков разработки игр на Unity и использования языка программирования C-Sharp. Сделать это вы можете на курсе разработчика игр на Unity от Skill Factory. Skill Factory — это онлайн-школа, специализирующаяся на программировании. Следовательно, у них есть для вашего обучения очень сильная база. За время годового курса вы подниметесь от полного нуба до статного игрового разработчика 80-го уровня. Если говорить конкретнее, то вы изучите язык C-Sharp и научитесь применять алгоритмы. Разработайте собственные спейс-шутеры Tower Defense, а также многопользовательскую игру в жанре танки, которую вы вдобавок ко всему еще и загрузите в Steam. Ребята из Skill Factory научат вас проектировать новую игру, разрабатывать дизайн-документы и поделятся полезными знаниями по продвижению вашего детища. По итогу всего курса на основе собственного дизайн-документа вы разработаете свой уникальный проект, как инди-разработчик или же в команде единомышленников. А по промокоду ARPGIGIGS вам будет доступна скидка 45% на обучение. Все подробности по ссылке в описании, а нам пора возвращаться к нашему гиковскому арсеналу. Когда-нибудь наступит достаточно цивилизованная эпоха для столь элегантного оружия, как световой меч. Ну а до тех пор нам остается довольствоваться похождениями джедаев и ситхов в компьютерных играх. И в первую очередь, для нас, как для фанатов RPG-жанра, тут стоит выделить дилогию Knights of the Old Republic. Хотя бои в играх этой серии проходят в пошаговом режиме, они способны порадовать красочными анимациями. Вы сможете фехтовать одним мечом, двумя или даже соорудить себе смертоносный световой посох. The Sith Lords, к тому же, можно разучивать разные боевые стили, которые будут давать вашему джедаю-изгнаннику определенные бонусы. На высоких уровнях сложности, рыцари Старой Республики дадут испытать в поединках на световых мечах не меньшее напряжение, чем в какой-нибудь Jedi Academy или Jedi Fallen Oda. В последнее время упорно ходит слухи о том, что серия Котор может пополниться триквелом. Учитывая успех все той же сингловой Fallen Oda, эти слухи вполне могут оказаться правдой. А до тех пор можете глянуть наше видео про дилогию, поверьте, оно того стоит. Вторая часть готики была целиком и полностью посвящена борьбе безымянного с новой страшной угрозой – драконами. Эти древние твари, призванные последним воплем спящего, собирались прибрать к своим чешучитым лапам остров Хоринис до тех пор, пока на их пути не встает наш герой. И поверьте, желание шутить про то, что он косипоша или про то, что в третьей части он превратится в коротконогую буханку у вас сразу отпадет, после того, как вы увидите его в полной боевой выкладке Охотника на драконов с этим смертоносным рудным клинком. Для изготовления такого оружия нужно нечто большее, чем магическая руда, ведь убийца драконов закаляется в драконьей крови. Конечно, немного грустно, что его двуручная версия – это один в один урезели с первой части, но драконам, которых безымянный за всю вторую часть перебьет аж шесть штук, от этого легче не становится. Товарищ гад спросил передать, что решительно одобряет выбор своего коллеги по ремеслу наемника Клауда Страйфа из серии Final Fantasy. Длиной примерно шесть футов, шириной лезвия в один фут, этот меч является верным союзником Клауда в любом бою. А учитывая, что Клауд – протагонист JRPG, драться ему придется не просто много, а очень много. Напоминающий гигантский мясницкий тесак бастер-меч может и выглядит не слишком-то реалистично, но чего еще ждать от японских оружейных мастеров? Занятно то, что на ранних концептах он был гораздо меньше и тоньше, но потом мастера и Square вспомнили, что они не реквизит для убить Билла делают, и придали оружию Клауда тот вид, который известен нам сегодня. Да-да-да, мы знаем, что герои меча и маги – это стратегия с элементами RPG, а вовсе не полноценная ролевая игра. Что не мешает нам любить эту серию и некоторые артефакты, которые могут в ней встретиться, особенно имбалансный в своей смертоносности клинок Армагеддона. Этот меч был создан великим мастером Казандаром по заказу Ксирона, лучшего полководца Люцифера Криганского и предводителя сынов Эребуса. С помощью клинка Армагеддона Люцифер намеревался уподобить весь Энрод Эофолу, то есть выжечь его дотла. Так все и случилось, Энрод и правда был испепелен при участии клинка Армагеддона. Вот только меч держал в руках не Люцифер, а эльфийский герой Джеллу, который, отбив клинок у демонов вместе с королевой Катериной и убив Ксирона с Люцифером, решил сохранить меч при себе и использовать его, чтобы нести разумное доброе вечное. В итоге Джеллу лишь приблизил роковой час Энрода, когда вышел сражаться с королем варваров Килгаром. Эта битва и уничтожила многострадальный мир, и убедила нас не засовывать в заставку ледяной клинок, ну так, на всякий случай. Лучше бы держать его подальше от клинка Армагеддона, чтобы все к чертям не бахнуло. В Baldur's Gate 2 можно было найти много интересного оружия, но Лиларкор определенно заслуживает отдельного упоминания. Обычно, если мечи называют именем какой-нибудь личности, то это непременно великий герой, славный рыцарь в бою, добывший себе славу. Но Лоуренс Лиларкор был не героем, а идиотом. Он отправился сражаться со злобным Энтом, про которого ему рассказали друзья, не подозревая, что это была всего лишь шутка. Найдя старый дуб, Лиларкор вступил с ним в эпическую схватку. Впрочем, это действительно был… И он не слишком-то охотно парировал удары Лиларкора. В конце концов, герой вырвал дерево и возвратился с ним в город, как с доказательством своего подвига. Прелесть двуручного меча Лиларкор не столько в его статах, сколько в том, что этот меч говорящий, выдаваемые им в бою комментарии неподражаемы. Наследнику Баала стоит быть осторожнее с ним, чтобы не надорвать пузо от смеха прямо в бою. К слову, доподлинно неизвестно, принадлежал ли этот меч ранее самому Лиларкору, или это и есть Лиларкор, превращенный в меч. Или этот магический клинок просто назвали так в честь недалекого болтуна, чей характер схож с характером данного оружия. Всякий фанат РПГ жаждет новых годных игр. Мы жаждем, чтобы вы поставили под этим видео лайк, ну а Фростморн... Фростморн жаждет крови! Впрочем, это утверждение не совсем верно. В первую очередь, этот загадочный рунный клинок жаждет душ, который он жадностью поглощает. Первой в его меню стала душа лордеронского принца Артаса Менетила, стремившегося использовать это оружие во имя добра. Но, как мы уже знаем из вышеупомянутой истории Джеллу, благими намерениями вымощена дорога в ад. Артас стал Рыцарем Смерти, а в дальнейшем и Новым Королем Мертвых. Мы наблюдали историю его падения в третьей части Варкрафт, но сразиться с самим Артасом и даже разбить его клинок можно было уже только в дополнении к Вов под названием Wrath of the Lich King. Но World of Warcraft, как любой долгоиграющий сериал, не позволяет кому-либо из культовых персоналей успокоиться слишком надолго. И вот уже в новом дополнении Shadowlands нам показывают андуина, находящегося под влиянием тюремщика, и орудующего этаким Фрост Морном 2.0. Пссс, дай списать. Только не списывай точь-в-точь. Еще в средневековых легендах серебро считали главной панацеей от нечистой силы. Эту же логику подхватил мастер Геральт. Влагоразвитие Неверленда, в котором он проживает, как раз соответствует нашему привычному средневековью. А в отличие от Матушки Земли, на родине Геральта хватает всякой нечисти, жручей пьяных кметов и похищающей детишек. Вот и повелось у Ведьмаков истреблять эту заразу мечами серебряными, коими владеют они мастерски. Наблюдать воочию за работой Геральта с этим оружием мы можем в играх от CD Projekt Red. В первом Ведьмаке боевка, завязанная на нажатии кнопок в определенном ритме, не снискала особой популярности. В то же время переработанную боевку второго Ведьмака справедливо посчитали несколько деревянной и, в целом, не слишком удачно реализованной. Вершину фехтовального мастерства Геральта CD Projekt взяли в третьей части. Да, боевая система Wild Hand не шедевр всех времен и народов, но она яркая, динамичная и драйвовая, а еще здорово дает прочувствовать все возможности Геральта, как машины по истреблению чудищ. О большем мы и не просим! Лириум — особый минерал из вселенной Dragon Age, в котором крайне заинтересованы храмовники. Ведь благодаря лириумной терапии члены этого ордена готовят себя к противостоянию с магами. Красный лириум был обнаружен на глубинных тропах, и он считается куда более опасным, чем обычный лириум. Мощь, текущая в красном лириуме, способна запросто поглотить даже опытного воина. Впрочем, это вовсе не пугает, скажем, инквизитора из последней на сегодняшний день Dragon Age Inquisition, который может обзавестись оружием из красного лириума и использовать его против своих врагов. Русскоязычные фанаты Forgotten Realms хватаются за эти клинки всякий раз, когда они не могут договориться, как же им величать главного темного эльфа всея сеттинга – Дзирт или Дрист. Приносим свои извинения фанатам второго варианта, но, несмотря на то, что он является корректным с точки зрения перевода первоисточника, Дзирт в русском языке звучит попросту благозвучней. Но если об имени этого дроу люди и не прочь поспорить, то тот факт, что он смертельно опасен, когда в его руках появляется ледяная смерть и мерцающий, не станет оспаривать никто. Стать мастером боя на двух клинках дано далеко не каждому герою забытых королевств, даже если он вырос в суровом мире Мензо Беронзана. Благо, у Дзирта был чертовски хороший учитель. Его отец – оружейный мастер Закнафейн. В компьютерных ролевых играх Дзирт оказался не слишком-то деятельным, однако его камео в Baldur's Gate было желанным для всех фанатов этого персонажа. Если вы хотите получше с ним познакомиться, обратите внимание на первые книги о нем из цикла Роберта Сальваторе. Как минимум, трилогии Темные Эльфы и Долина Ледяного Ветра не разочаруют любителей классического фэнтези. О, великий суп наварили и ксеносов к нему цепным мечом порубили! Это устаревшее оружие – один из самых узнаваемых символов вселенной Вархаммер 40000. В мире мрачного будущего, где есть только война, принято считать, что цепными, или как их еще называют «пилы мечами», защищают интересы Империума людей, доблестные космодесантники и бойцы Имперской Гвардии. Хотя техножрецы, изучающие историю пиломечей в своих загадочных храмах на Марсе, допускают, что это оружие было перенято на вооружение людьми в одной из забытых войн древности с пришельцами. Вполне возможно, что первыми на вооружение цепные мечи взяли Эльдары. Увы, полноценной крупной РПГ игры по Вархаммер 40000 свет еще не видел. Если вы хотите выйти на поле боя с цепным мечом и именем Императора на устах, обратите внимание на старенький Вархаммер 40000 Dawn of War, особенно на его вторую часть, где наиболее ярко выражены элементы РПГ. Если хочется чего-то поновее, Diabloid Inquisitor Martyr к вашим услугам. По Властелину колец, как и по вселенной Вархаммер 40000 до обидного мало современных проектов с ролевой составляющей. А ведь когда-то давным-давно по миру Толкина нам даже обещали грандиозную РПГ The White Council. Увы, тем мечтам не суждено было стать явью. Однако и жало далеко не сразу стало грозным оружием. Этот эльфийский клинок был создан в Гондолине еще во времена Первой Эпохи. К сожалению, мы ничего не знаем ни о том, кто создал это оружие, ни о том, кто им владел. Как оно сумело пережить падение Гондолина, Войну Гнева и в итоге попало в пещеру троллей, тоже неизвестно. Из пещеры жало достал Бильбо, а позднее, во времена Войны Кольца, Медь перешел к Фродо. Тот, в свою очередь, перед отплытием за море отдал клинок Сэму, в семье которого жало стало реликвией. Использовать жало в бою, причем в облике Фродо, можно в таких играх, как, например, «Властелин колец. Возвращение короля» или «В битве за Средиземье». А в экшен-РПГ «Властелин колец. Война на севере», хоть и играть предстоит не за Фродо, все же выдадут жало в виде некоего премиум-контента. Общеизвестно, что в темных душах без костров никак не обойтись. Когда весь мир вокруг, даже сундуки, настроен на то, чтобы прикончить тебя, отдохнуть у костра, восстановить силы и запас эстуса может быть жизненной необходимостью. Обещающее долгожданный отдых пламя вьется вокруг этого меча причудливой формы. Собранные в основании костра кости постепенно рассыпаются в залу. Завидев вдалеке торчащий из горки праха клинок, обравленный языками пламени, герой темных душ спешит к нему. Спешит с искренней радостью, зная, что в череде бесконечных битв наступила долгожданная передышка. Витой меч — это то редкое исключение в нашей подборке клинков, которое в первую очередь ассоциируется не с битвами и насилием, а с отдыхом и покоем. Самый изящно оформленный чекпоинт в истории видеоигр с полным правом вонзается в наш виртуальный арсенал. Внимание! Я Командер Шепард, и это мое любимое оружие ближнего боя для разделывания хасков. Да, кстати, как раз из-за хасков омниклинок обрел популярность. Когда войска Альянса столкнулись в жестоком противостоянии со Жнецами, одной из тактик которых было забросать противника тупым мясом, все до последнего турианца поняли, что им нужно какое-то преимущество перед противником в рукопашные. Так что знакомые Омни-инструменты были доработаны таким образом, чтобы за долю секунды создавать эти легкие смертоносные клинки, не без помощи эффекта массы. Впервые омниклинок появился в третьем Mass Effect, откуда он успешно перекочевал в не слишком успешную Андромеду. Вспомнить, как крошить этой штукой полчища врагов, мы сможем уже совсем скоро в переиздании трилогии Mass Effect под заголовком Legendary Edition, которая выйдет в мае. Не мечами и динами богатый герой RPG-игр, много чего еще можно включить в Geek Arsenal. Хотите, чтобы мы продолжили эту тему? Что ж, тогда самое время написать нам об этом в комментариях под этим видео. Заодно расскажите, каким мечом из перечисленных вы бы хотели владеть. Влепите этому видео лайк и подпишитесь на канал, у нас тут еще полным-полно интересного контента. Берегите свое оружие, а то ведь оно и заржаветь может. И до встречи в кузнице, на поле боя и на канале RPG Geeks. Субтитры сделал DimaTorzok